МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее представляет Анастасия Горожанкина, заместитель директора по воспитательной работе. И школа номер 23. За нее отвечает Ольга Демьянович, тоже заместитель директора по воспитательной работе. Должности сегодня одинаковые. И прямо сейчас я объявляю старт голосования. Заходите в нашу группу во ВКонтакте и начинайте голосовать. QR-код уже у вас на экранах. Итоги подведем в конце эфира. Голосование закончится ровно в 20 часов 21 минуту. Так что успевайте отдать свой голос. Убеждать, что школы достойны идти дальше, будут и группы поддержки. Они вместе с моей коллегой Аленой Крашенинниковой находятся здесь, в редакции, внизу. Давайте прямо сейчас с ними и познакомимся. Ну, привет-привет. В общем, у нас сегодня прямо эфир Ини-Яни. Я, между прочим, немножко замешалась с одной из сторон. Ребята из 23-й школы, их сразу видно. Давайте поприветствуем. Молодчики. Ребята из 44-й школы. Ура! Супер. Вообще, у меня вопросы. Три повода гордиться своей школой. Но я так понимаю, что ребята нашли свои поводы, и они творческие. Начнем с 23-й школы. Что вы приготовили? Стихотворение. Вперед. Ладно, хорошо, забери. Говорят, наступает время, когда учитель становится не нужен. Он научил, чему мог научить, и поезд отправился дальше. А учитель остался один на пустой платформе. Однажды учитель подошел ко мне, положил на плечо руку и сказал. У каждого из нас есть вечный двигатель. У меня нет вечного двигателя, сказал я. Он всегда при тебе, он и сейчас с тобой. Это твое сердце. Оно бьется без отдыха, без перерыва, и вечно. Я невольно приложил руку к груди и почувствовал слабые нервные толчки своего сердца. В классе стало тихо. Все ребята слушали, как работает их вечный двигатель. Так учитель постепенно нам открывал свой неведомый мир. И после его открытий жизнь становилась удивительной, почти сказочной. Но главная его наука ждала меня впереди. Знаете, да, ребята, молодцы, поддержали. Я, честно говоря, не ждала инициативы, что мне отберут микрофон, но в целом я не против. И теперь тогда у вас еще есть время сказать о поводе, которым вообще гордится ваша школа. Почему гордится? Как раз таки хотелось бы рассказать, почему именно стихотворение. Саша победитель конкурса «Живая классика». Он от Красноярского края ездил в детский центр «Артек» и представлял Красноярский край на соревнованиях. Круто. В общем, с Сашей погорделись, школой погорделись, здорово. Ребята, 23-я еще раз обозначили себя. Ура! Ура! Молодцы. Я слышу, как гитара меня подзывает к себе, как струны уже бьются и хотят нам спеть. Ребята, 44-я школа. Ну что, начнем тогда с того, что вы приготовили. Что это будет? Это музыкальная композиция. Это наша школа. Сами пели, сами играли, сами сочинили? Ну да. Начинайте. Тебе не нравится 44-я, ты убиваешь меня. Кругом голова уже разносит молва по дворам, что между нами не понимание. О чем с тобой говорить? Ведь ты не понял, как мне с тобою быть и спокойно спать. Ведь ты до сих пор не понял, что 44-я лучшая. Опять вопрос извечный. Зачем с тобой общаюсь? Если ты так сказал про мою школу, в этой школе не только учат писать, а также развивать мышление, без клявы твой голосок. Издалека ты сказал, я был неправ, и я солгал. Это лучшее я на планете Земля. Я помню школьные ворота, длинные коридоры. Нас тут очень много, мы и семья по школе. Закрываем дверцы, чайочек с пиццей стынут. Теперь поймите, люди, почему я на ней так сдвинут. Слушайте, ну борьба не шуточная, и там, и там таланты, таланты. Ребята, почему, в чем фишка вашей школы, чем гордитесь? Наша школа самая медийная, самая волонтеристая. А еще на территории нашей школы реализуются такие грантовские проекты, экологические, военно-патриотические и многие другие. Бомба. Спасибо, ребята. Мы еще вернемся, я напоминаю, к вам. И, между прочим, тут у меня творчество, я так понимаю, еще будет нас преследовать. Миша, что у вас? Будем слушать и дополнять. Да, Ален, нас тут захлестнуло творческой волной вместе с педагогами. Очень классные презентации сделали группы поддержки. А я предлагаю ознакомиться с видеопрезентациями школ. Из них мы сделали небольшие дайджесты. И о жизни в школе номер 44 рассказывает учитель литературы. В нашей школе есть таланты. Доказательство этому за моей спиной. Также выходя из спортзала, можем увидеть достижения наших учеников, а также их фотографии. В нашей школе живет не только спорт, но также и творчество. Здесь вы можете увидеть рисунки наших учеников. Ну и, конечно же, в нашей школе нужно отдыхать, где ребята выбрали лучшее место в центрах детских инициатив. В нашем музее можно увидеть множество экспонатов. Наш музей богат экспонатами Великой Отечественной войны. Наша экскурсия подошла к концу. Я показал вам самые интересные места нашей школы. Надеюсь, вам понравилась наша школа номер 44. Поправили меня сразу педагоги. Это не учитель литературы школы, а президент школы Андрей. Он, кстати, в группе поддержки сегодня. Так что мы его еще увидим в кадре. А теперь давайте посмотрим, как проходят уроки в школе номер 23. Смотрим. Я учу школьников, которые смело можно назвать школой содружества интеллектуалов. Младшие школьники не только нашей школы, но и всего Светловского района вот уже 16 лет приходят к нам для участия в районной конференции УМКО. Учимся мыслить, как академики. Многие наши школьники – победители и призеры краевых научных форумов, а также муниципальных и региональных этапов Всероссийской Олимпиады школьников. Мы раскрываем себя, свои таланты и творческие способности. Первым фестивалем вот уже много лет является праздник спорта и красоты. Спортивные соревнования между родителями, детьми, учителями, выставки поделок из природного материала. Да всего и не перечесть. Младший хор наших школьников – неоднократный победитель всеразличных творческих конкурсов. Обучающие 10-11 классов имеют возможность получить дополнительное профессиональное образование с квалифитацией парикмахера и славчика. Вот так, зная точно, мы – Содружество профессионалов. Обсуждаем как раз за эфиром то, что смотрим, и действительно прекрасные ролики. А вы, кстати, друзья, не забывайте голосовать ВКонтакте за понравившуюся вам школу. Напоминаю, что бьются сегодня 44-я и 23-я. QR-код на экране, голосование идет, закончится в 20.21, у вас еще есть время. Пока лидирует школа номер 23, но 44-я может подтянуться. Друзья, усиленно нажимайте кнопочки в своих смартфонах и персональных компьютерах. А сейчас будет время у каждого из педагогов, ровно по три минуты, для того, чтобы презентовать и представить свою школу. И первой начнет Анастасия Горожанкина, заместитель директора из школы номер 44. Вы готовы? Я готова. Ваши три минуты, Анастасия, пошли. Итак, конечно, образовательная часть – это наша неотъемлемая часть работы, и она основная и главная. Конечно, у нас за последние пять лет было около 15, не около, а 15 медалистов. Но рассказать я больше бы хотела о наших социально значимых проектах, о том, чем мы занимаемся с детьми во внеурочное и в дополнительное время. Это, конечно же, медиа-центр, как ребята сказали. В этом году у нас получил огромный размах, так как появился Центр детских инициатив, настоящий дом для ребят из медиа-сообщества. Появилось много новой техники, теперь они радуют нас новыми видеороликами, в частности, во ВКонтакте. Также у нас ребята-волонтеры ездят каждую неделю в приют для собак и участвуют в этом, у нас есть соглашение с Володогл. И, собственно, ребятам это очень нравится. Помогают с животными? Помогают, да. Помогают они животным, убираются, и различные происходят у них акции. Также у нас сотрудничество с НКО «Продвижение», с которым мы организовываем совместные мероприятия. Начальная и средняя школы не так давно, например, собрали скворечники для лесных птиц. И очень скоро мы их увидим и на улицах города, и в лесах города Красноярска. К весне соберетесь повешивать? Конечно, уже сейчас, зимой, конечно, когда нужно птичкам покушать что-то. Также, естественно, у нас очень сильна спортивная составляющая. Это физкультурно-спортивный клуб «Енисеюшка», который работает уже долгие годы. У нас целых пять групп по волейболу. Не так давно появились группы по регби. И наша эксклюзивная, можно сказать, игра «Мини-волей», в которую играют и взрослые, и дети. Это такая игра, в которой играют по четыре человека. И у нас часто бывают состязания, в которых и родители, и дети играют между собой. Битва поколений, состязания битвы поколений проходят. А родители даже не так давно ездили в Сочи и заняли призовое место на первенстве России. По вот этому виду спорта. И, конечно, я бы хотела сказать про наш сплоченный педагогический коллектив, который на 90% состоит в профсоюзе. И мы часто очень ездим на различные мероприятия, такие как туристический слет, спартакиада. И не так давно участвовали в битве хоров, буквально вчера. И пока результат неизвестен. Уже известен. Мы прошли отборочный этап и участвовали в основном конкурсе. Вот такая прекрасная презентация. Как раз время истекло. Анастасия Грожанкина, заместитель директора школы номер 44, презентовала свою школу. А мне самое время отдать слово Алене Коршенинниковой и группе поддержки школы номер 44, для того, чтобы они дополнили своего педагога. Это верно, ребятки. Поднажимаем, потому что, судя по голосованию, то, что я вижу, пока 44-я отстает. Но все же, я думаю, сейчас у нас фанаты набегут, потому что сейчас 44-я школа будет рассказывать, что еще педагог их недорассказал. Ну что, ребята, давайте, вперед. В нашей школе есть группа «Урок в городе», которые путешествуют по Красноярску и проводят культурно-образовательные уроки. Также наша школа ездит в Санкт-Петербург и в Москву. Там дети получают новую полезную информацию. Круто. Про серьезное сказали. Давайте о чем-нибудь. Как проходят перемены, как проходят уроки, что у вас интересного, необычного? Ну или, я вижу, что-то уже готовили, да, сказать? А также в нашей школе были разные личности, художники, депутаты, и из Афгана были группа ветеранов. Здорово, отлично. Что еще? Также в нашей школе обучаются образованные ученики, ведь в 2021 году у нас было 11 медалистов, благодаря тому, что у нас сильная педагогия. Так, отлично. Серьезных девчонок послушали. Так, разболтались пацаны. Давайте, рассказывайте, что у вас такое. Можем рассказать. Перемены у нас проходят очень активно. Мы каждую перемену бегаем в кабинет детских инициатив, чтобы поиграть в шашки, поиграть в Xbox, в разных мероприятиях поучаствовать. У вас в школе Xbox? Да. Так, меня в школу обратно отправляем, пожалуйста. Нет, я не знала. Давайте еще. Столовая как кормят? Столовая, отлично. У нас сейчас как раз в этом году ее полностью сделали. Она теперь просто прекрасна. Ее выкладывали даже в ВК-сообщество Ленинского района, как самая лучшая столовая. Все заценили? Да, вообще все. Какой-нибудь короткий джем на тему котлетки с пюрешкой? Очень вкусный. Очень вкусные были. Споете? На гитаре нет. Ну, ладно. Расскажите что-нибудь еще. Что еще у вас интересного, необычного, культурного, здоровского? У нас в школе есть группы, которые выезжают, участвуют в всяких соревнованиях, именно специализированные, которые как раз-таки на военно-патриотических событиях участвуют, ну, в мероприятиях участвуют. Там лазертаки, не лазертаки, пинболы и так далее. Супер, ребята, ваше время закончилось. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас идет голосование в группе ВКонтакте. Не забывайте, заходите к QR-код на экране. Ну и в группе ВКонтакте вы сможете найти и проголосовать за понравившуюся школу. А мы ждем представления второй, двадцать третьей школы. Миша. Да, Ален, спасибо. Теперь действительно очередь школы номер 23. Ольга Демьянович, у вас также три минуты. Вы готовы? Да, конечно. Не будем отказывать в долгий ящик. Пожалуйста. Одним из приоритетных направлений нашей школы является интеллектуальное направление, которое реализуется через проект «Умная школа». Он заключается в проектной исследовательской деятельности для всех наших классов, а также в олимпиадном движении, то есть мы максимально включаем детей в олимпиадное движение. Например, наши дети стали призерами и победителями на муниципальном и региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников, а также в своем районе мы занимаем первые места по количеству призовых мест. Также в этом направлении мы делаем большие успехи в научно-исследовательской деятельности. Например, в своем районе мы являемся организаторами научной конференции для детей и младших школьников. Это УМК «Учимся мыслить как академики». А дети постарше являются у нас активными участниками научно-практических конференций, и победители на районном этапе этого конкурса достигают до 10 работ. И более половины из этих работ всегда рекомендованы на региональный этап конкурса. Таких результатов мы достигаем благодаря систематической деятельности с учебными проектами. То есть дети с 5 по 11 класс занимаются в течение года, пишут проект. Помимо основной учебной деятельности. Да, конечно. И завершение данного проекта является событием для нашей школы, потому что на защиту у нас в жизни сидят не только педагоги нашей школы, но и представители других образовательных организаций, а также наши образовательные партнеры. Что самое важное, также в жизни у нас находятся и родители данных детей. То есть они вживую могут видеть результаты своего ребенка. Прогресс, достижения. Да, конечно, конечно. И здесь же еще в данном направлении мы хотели бы рассказать про старшую школу. Для детей 10-11 классов у нас предусмотрены индивидуальные учебные планы, что позволяет ребенку самому выбрать свой индивидуальный образовательный маршрут. То есть ребенок сам выбирает на углубление все предметы, которые ему необходимы. И в связи с этим мы получаем стабильно высокие баллы по ЕГЭ и выпускников, которые уже готовы к профильному обучению. Здесь, наверное, речь не о русской литературе, а о каких-то других профильных предметах. Конечно, которые нужны ему дополнительные. Но также русская литература тоже является углублением, потому что мы школа с углубленным изучением отдельных предметов. Также помимо интеллектуального потенциала детей, мы стараемся развивать и воспитательную направленность. В нашей школе стали традиционными фестивальные движения. Например, осенью у нас проходит фестиваль «Красна здоровья в спорт», в котором принимают участие не только педагоги нашей школы и дети, но и родители. Стало традиционным играть в спортивные состязания с ними. То есть мы играем в футбол, волейбол командой учителей, родителей и детей. То есть учителя тоже спортивные. Ну, конечно, как без этого. Также еще один у нас – это IQ-фестиваль. Он уже более связан с интеллектуальной деятельностью. Здесь мы защищаем наши научные проекты, а также проходят выступления наших красноярских ученых. И завершаем мы фестиваль, учебный год. Самым значимым для нас фестивалем – это «Звездный дождь». Здесь мы подводим итоги нашего мероприятия, итоги всего года. Награждаем наших партнеров, которые у нас есть. Хочется сказать, что, например, у нас был недавно осенний наш фестиваль. Было до 10 партнеров, которые безвозмездно проводили для наших детей мастер-классы, тренинги. То есть все это для детей. И все это положительно по итогу сказывается и как на учебном, как и на воспитательном процессе. Да, и самое важное, что здесь у нас идет общность – родитель, ученик и педагог. То есть у нас нет разграничений. Это прекрасно. Благодарю вас за прекрасную презентацию. Время закончено. Ольга Деменович, заместитель директора школы номер 23, рассказала о своем учебном заведении. И я опять отдаю слово Алене Крашенинниковой и группе поддержки 23-й школы. Ален, спрашивай у ребят скорее, что еще они готовы рассказать. Так, ну рок-группу ребят мы послушали сегодня. Сегодня у нас ангелочки, теперь в белом очень полярно оделись. Ребятки, все послушали, что ваш педагог рассказал? Отлично. Чем дополните? Также в нашей школе есть психолого-педагогический класс, где мы изучаем различные предметы. Также психолого-педагогический класс нам позволяет посещать различные мероприятия. Например, в этом году мы от Красноярского края ездили в Иркутсно-Забайкальский детский форум, посвященный Году педагога. Наворотили там, наверное, своих правил на этом форуме. Рассказывайте, что еще говорят, что у вас есть план самообучения. Что это такое? Расскажите немножко. Конечно, план самообучения есть. На все мероприятия, которые предстоят в нашей школе, собирается совет старшеклассников. У нас есть специальное место ИРЦ. То есть мы садимся, собираемся советом, обсуждаем все мероприятия, обдумываем, как их лучше провести. Советуемся с нашей администрацией, с нашим педагогом. И дальнейшие мероприятия, которые будут проходить, они проходят. Еще ни разу не было. Все прошли успешно. Я считаю, это как наша заслуга, так и заслуга наших педагогов. Мы всех спрашиваем про столовую. Рассказывайте, что у вас интересного? Чем кормят? Очень вкусно. Там вот все хорошо. А что нравится больше всего? Все. Классно. Нашей столовой завезли пряники в виде миньонов, трубочки. Все вообще вот так вкусненько. Пюрешечка, макарошечки, котлеточки, гуляшечек. Очень вкусненько. Мы кайфуем. Каждый раз приходим. По-моему, только наша параллель просто всю столовую выкупает. Ну, наконец-то, что-то про столовую. У вас еще есть время? Есть еще чем дополнить? Да. У вас вот что-то в руках. Это подарки, которые мы приготовили нашим оппонентам. Подкуп! Подкуп! Дополнить. Ну, в нашей школе есть профессиональное самоопределение обучающихся. То есть, благодаря возможности обучаться технологии на базе техникума промышленного сервиса, лично я уже четвертый год занимаюсь сварочными работами. И в конце года вместе с аттестатом получу дополнительный документ о дополнительном образовании. То есть, это уже почти профессия? Да, получается, я могу одновременно и учиться, и работать. Бомба! Спасибо, ребята. Время закончилось. Я напоминаю о голосовании. Не забывайте. Миша, что у вас? У нас тут просто идет прямо уже споры по поводу того, какая квалификация. Там сварщики, здесь олимпиадники. В общем, полный ажиотаж. Друзья, вы еще успеваете проголосовать. Переходите по QR-коду на экране. Голосуйте за понравившуюся школу. А у меня один вопрос к каждому из педагогов. Повод для гордости за ваших учеников, за тех, кто учится сейчас, или, может быть, кто уже выпустился. И с Анастасией Горожанкиной начнем. Это школа номер 44. Поводов для гордости великое множество. Прежде всего, потому что наши дети – это очень добрые, отзывчивые люди. Также я бы хотела сказать о том, что мы очень гордимся нашим, можно сказать, военно-патриотическим классом. С пятого класса, вот они уже в девятом классе сейчас находятся. То есть четыре полных года. Да, четыре полных года, получается. На четвертый год. У них была программа военно-патриотического воспитания «ЩИТ». Они занимают места постоянно на казачьих соревнованиях, казачьих сполах. Это всероссийское соревнование. Мы за них гордимся. Скоро будут выносить красное знамя. Мы очень гордимся, естественно, этими ребятами. Гордимся нашими будущими выпускниками. И еще один довод, секунда 15. Хорошо. И, конечно, это еще наша танцевальная студия «Акварель». И также не так давно у нас проходило более такое, менее профессиональное мероприятие для всей школы. Это танцевальный батл. То есть мы танцуем всей школой. Это прекрасно. Ольга, что вы ответите? Какие у вас основные поводы для гордости за ваших ребят? Если честно, пока продумывала это все, у нас есть замечательный младший хор 23, который занимает огромные призовые места на всероссийских конкурсах. То есть они вот недавно в ролике мы видели небольшой фрагмент. Они записывали клип с группой «Красноярска Яхант». Также у нас есть хореографическая студия «Грани», которая тоже является лауреатами многих конкурсов. Но, наверное, основное, что я бы хотела сказать, это можно очень много перечислять именно достижения каких-то конкретных детей. Но для нашей школы важно видеть достижения каждого ребенка. Даже если он не занимается в каком-то кружке, например, хотя их очень большое множество в нашей школе, важно видеть развитие каждого ребенка. И это вот самое замечательное, когда ребенок, у которого что-то не получалось, видеть, как у него это получилось наконец-то, то есть видеть блеск в глазах ребенка. Вот для нашей школы это самое важное. Благодаря обществу растет личность. Да, да. Потому что я опять-таки еще раз повторюсь, для нашей школы важны не только ребенок и педагог, и это два разных человека, у нас такого нет. В нашей школе самое важное — ребенок, родитель и педагог. И это одно целое. И мы с трех сторон стараемся развить наших детей. В каких-то, может быть, дополнительных мероприятиях или в каких-то дополнительных профессиональных обучениях, как вот, например, у нас там есть Игорь и Саша, которые являются лауреатами множества конкурсов. Но и хотелось бы все-таки именно про каждого ребенка. Вот с Игорем и Сашей мы сейчас отправим общаться с Аленой Крашенинниковой. Алена, у тебя еще есть несколько минут для того, чтобы позадавать ребятам вопросы. А вы пока голосуйте. Ну да, вы же не думали, что мы без камерных вопросов. Отпустим сейчас ребят отсюда. Да нет, что вы. И так, по человеку ко мне сюда заступаем. Отлично. Давайте я чуть-чуть назад убегу. Значит так, задаю вам вопросы каверзные. Точнее не я задаю, а вы задаете своему оппоненту. Вы задаете своему оппоненту. Готовы? Как хотите. Кто первый? Да, мы вперед. Ого, как красиво. Благодаря индивидуальным учебным планам и элективам, например, технологии написания сочинения, наши ученики успешно готовятся к сдаче ЕГЭ. А как готовятся к экзаменам в вашей школе? У нас тоже учителя подходят индивидуально каждому классу, каждому ученику. У нас сразу пишется, продумывается метод и план, как обучить до конца года наших учеников, чтобы они сдали высшие, с высшими баллами. Вот так вот, все просто. Вперед. Вот в нашей школе после учебного времени можно заняться, можно поучаствовать в еженедневных мероприятиях, такие как шашки, можно посмотреть в музей и, конечно же, как было сказано ранее, поиграть в Xbox. А что можно сделать в вашей школе в неучебное время? Прямо что, где, когда. Видео вопрос. У нас очень много кружков и секций в школе. Каждый день проходит, у нас есть театральная студия, волейбол, баскетбол, игра на гитаре, также есть робототехника. Ребята по максимуму заняты просто во всех сферах, поэтому после школы в основном все расходятся по кружкам и тоже занимаются творческой деятельностью. Супер, а после школы немножко еще школы, ну, веселенькая уже. Спасибо, ребята, давайте мы успеем еще по одному вопросу друг другу задать. Так, у нас есть добровольцы, отлично. Так, с кого начинаем? С девушки? В нашей школе есть исторический музей, посвященный Великой Отечественной войне. А что в вашей школе присутствует в память о Великой войне? Патриотично. Ну, в нашей школе есть много всего. Хорошо. Действительно, на третьем этаже возле начальной школы имеется мини-музей, сильно не специализируется на этом, но также присутствует. Лежат всякие экспонаты, лежат старые записи, книги, письма. Так что в нашей школе с этим тоже все хорошо. Супер, готовь месть. Традиционное мероприятие в нашей школе, это является фестиваль «Звездный дождь». А какое мероприятие в вашей школе при завершении учебного года? Потому что наш, «Звездный дождь», мы там обсуждаем, что мы делали за учебный год. Ну, и вот все такие вот. Так, вам нужна помощь? Можно, можно, можно. Ага, отлично. Мне нравится, что ребята друг друга выручают. У нас есть зимний фестиваль. У нас, в принципе, каждому времену года есть фестиваль. И вот в конце года у нас тоже есть фестиваль, который будет проводиться, а после него сразу же дискотека. Конечно же, под Новый год. У вас дискотека есть? Тоже под Новый год есть. Отлично. Ребята, на дискотеке перед Новым годом, я думаю, пришлют нам еще видео, какие-нибудь отчеты. Ну, а сейчас, Миша, там должны быть итоги, если я не ошибаюсь. Да, Ален, все верно. Самое время подводить итоги, потому что 7 секунд назад голосование было завершено. И барабанная дробь с результатом 47 с небольшим процентов побеждает в одной восьмой. 67, да, поправляет меня. Побеждает в одной восьмой. И школа номер 23. Аплодисменты Ольге. Аплодисменты группе поддержки. Действительно, очень классный такой уверенный и бодрый полуфинал. Я много работаю на школьной Олимпиаде, на всех эфирах, и достаточно так живенько сегодня было. У вас буквально по 30 секунд есть друзья, чтобы еще раз сказать про участие в проекте, про какие-то напутственные слова, может быть, поделиться тем, что вы смогли из Олимпиады подчерпнуть для того, чтобы использовать в своей работе. Пожалуйста, Анастасия, с вас начнем. Я думаю, как специалист по воспитательной работе, я у школы 23 перейму вот это большое событийное мероприятие в конце года. Звездный дождь. Да, звездный дождь. Почему бы и нет? Мы что-то подобное, я думаю, еще устроим. Да, большое спасибо вам за участие. Ольга, теперь вам слово как победителю. Огромное спасибо вообще за участие, в принципе, за то, что мы можем с школой заявить о себе. И огромное спасибо сейчас моим детям, которые находятся на первом этаже. Они замечательные. И то, что я хотела бы про них сказать, это самые прекрасные дети, которых я очень сильно люблю. Они, на самом деле, очень сильно волновались сейчас. Поэтому очень приятно видеть их, очень приятно видеть, как они могут защитить свою школу. Да, благодарю всех за участие. Это одна восьмая завершена. Напоминаю, что презентовали сегодня школы Анастасия Горожанкина. Это заместитель директора по воспитательной работе школы номер 44. И Ольга Демьянович, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 23. И завтра в нашей студии встретятся команды школы номер 53 и гимназии номер 15. Поэтому не забывайте подключиться к вечернему каналу «Прима» и голосовать за любимую школу. А мы прервемся и далее продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!